Аквагрим, фокусы, конкурс рисунка, веселые игры с клоунами и концерт. В преддверии 8 марта благотворительный фонд «Ковчег» устроил праздник для мам особенных детей. На нем побывала и Анна Братушкина. У Любы Власовой ДЦП. Но это не повод сидеть дома, уверены ее родители. Все с семьей ходят на концерты, выставки и в театры. Канун 8 марта пришли и на праздник для мам особенных детей. Праздник мам, в первую очередь, это радость для детей, поэтому положительные эмоции. Мы очень любим ходить на такие мероприятия. Мама, как становится мамой, когда есть дети. Поэтому, если дети счастливы, мама счастлива. Живем мы не только ради того, чтобы что-то преодолевать, но и радоваться. Поэтому такие мероприятия не украшают жизнь, без них невозможно. Для мам особенных детей приготовили много развлечений. Аквагрим, выступление фокусника и конкурс «Букет маме». Кто-то цветы нарисовал, а кто-то смастерил букет из бумаги. Веселиться и детям, и мамам помогают больничные клоуны. Иногда даже мамам нужна больше помощь, чем ребенку. Потому что ребенок, он все-таки объект внимания многих. И мамы, персонала, и докторов, и всех. А мамы часто остаются за бортом внимания. За бортом внимания сегодня не остался никто. На праздники не только мамы, но и бабушки, дедушки, папы. Я считаю, что она семья одна, поэтому мы, в принципе, всегда везде вместе. То есть с ребенком мы на любое мероприятие, на любые соревнования и все прочее, мы всегда втроем. Организаторы хотят сделать праздник ежегодной традиции. Когда имеешь особенного ребенка, по большей части, особенно колясочников, сидят дома по своим берлогам, так сказать. Общение, общение. И не только мамочек, и детей. Социализация – это очень важная веха вообще в реабилитации детей. В финале праздника для мам выступили студенты консерватории и актеры театра «Особенный тип». Анна Братушкина, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры подогнал «Симон»